Привет, ты на канале о бизнесе! Сегодня поговорим о простых бизнес-идеях, которые решили проблемы массы людей, и поэтому стали крайне популярны и смогли зарабатывать массу денег. Но самое интересное в этом то, что идеи отличаются простотой, и казалось бы, запустить их может каждый, но лишь единицы додумались до реализации. Эти проекты мотивируют на создание собственного бизнеса, и показывают, что выгодные идеи могут быть совсем рядом. Так что смотри видео до конца, чтобы не пропустить ни одного прибыльного варианта. И конечно же, не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если выпуск тебе понравится. А если тебе интересно, сколько я зарабатываю с ютуба, и интересны актуальные идеи бизнеса, то всё это в моём телеграм-канале, присоединяйся, ссылка в описании. А теперь давай перейдём к прибыльным бизнес-проектам. Современная грелка Тебе наверняка приходилось видеть или даже пользоваться грелкой. Это изделие из резины, внутрь которого заливается горячая или тёплая вода, после чего используется в качестве небольшого источника тепла. Проблема этих изделий явная. Вода не очень долго хранит тепло, а высокая температура может даже оставить ожоги, не говоря уже о том, что может произойти разрыв грелки. После чего вода попадёт на кожу. Несмотря на все эти недостатки, грелки производятся сегодня и пользуются очень большим спросом на рынке. Это действительно востребованный товар, который продаётся огромными партиями. А что, если внести изменения в такой продукт, сделать его более интересным для молодого поколения и дать идее локального источника тепла вторую жизнь? Так подумали молодые изобретатели из Мадрида в Испании, полностью пересмотрев конструкцию грелки и сделав её более качественной. Изначально был изобретён герметический мешочек из непромокаемого материала, внутрь которого поместили гранулы, а не воду. Мешочек можно положить на одну минуту в микроволновую печь. Содержимое нагревается и долго будет сохранять температуру. Прикладывать такой материал к телу не очень приятно, поэтому было принято решение о том, чтобы изготовить специальный чехол на застёжке, который будет состоять из приятной и нежной ткани, к которой всегда хочется прикоснуться. Так появился первый прототип, который показал себя на отлично. Проект был выложен на краунфандинговом сайте, где изобретатели попросили инвесторов собрать чуть более 11 тысяч долларов. Сегодня данный проект уже собрал более 85 тысяч долларов, и инвестиции продолжают поступать, что говорит о заинтересованности общества и потенциального покупателя. Ты также можешь заработать на этом. На отечественный рынок данная продукция поступит не скоро. Но как только начнутся массовые продажи, большая часть отечественных производителей начнут копировать товар и продавать его на рынке. Ты можешь стать одним из первых. Это позволит заинтересовать массового покупателя и заработать целое состояние. А ведь производить такой товар несложно. Приобрети соответствующие материалы, запусти производственный цех и грелка нового поколения готова. Ничего инновационного или сложного в изделии нет. С организацией такого производства справится даже новичок. В результате производственного процесса будет получен товар, который пользуется огромным спросом на рынке, без проблем находит покупателя и имеет хорошую цену. Продавать одну такую грелку можно по цене 20 долларов, в то время как её себестоимость не дойдёт и до 5 долларов. Многоразовая бытовая химия Ты можешь пойти в ванную комнату или на кухню, посчитав количество различных бутылочек с очистителями, которые приходится постоянно использовать в доме. Один очиститель используется на кухне, второй в ванной, третий нужен для пыли, четвёртый для ковриков, пятый для окон и так далее. В результате внутри каждого дома или квартиры насчитывается более 10 различных бутылок с различной химией, которую приходится постоянно использовать. Проблема даже не в том, что нужно тратить огромные деньги на покупку всего этого, а в том, что бутылки периодически приходится менять. Если заканчивается очиститель, бутылка идёт в мусорное ведро, на её место приобретается новое. Так и выходит, что на планете более 90% мусора состоит из пластика, который никак не перерабатывается и наносит огромный вред планете. Проблему нужно решать, и это получилось у группы изобретателей из Лондона в Великобритании. Суть изобретения заключается в том, что покупатель тратит один раз деньги на комплект, а потом приобретает специальный концентрат. Распылитель изготовлен из высококачественного алюминия и способен служить на протяжении многих десятилетий. Порошок в качестве концентрата также продаётся в алюминиевых пакетах, которые поддаются переработке и не несут негативного влияния на экологию. Нужно высыпать содержимое пакетика в распылитель, добавить воды, и можно использовать эффективный очиститель для любых поверхностей. Когда он закончится, нужно снова использовать пакетик с порошком и добавить воды. Так экономится место в доме, деньги в кошельке, сокращается количество пластика на планете. Решение очень простое и эффективное, но ранее к нему никто не приходил. На краунфандинговом сайте изобретатели попросили инвесторов собрать чуть более 6 тысяч долларов для старта производства. Но за несколько дней цифра собранных средств перевалила за 13 тысяч и продолжает возрастать. Люди будут приобретать такой товар не только по той причине, что это забота об экологии, но и из-за того, что это дешевле. Ты можешь наладить подобное производство и построить очень прибыльный бизнес. Не обязательно создавать полную копию изобретения. Можно производить специальный концентрат в пакетиках, который люди смогут разводить в воде и получат отличное чистящее средство. Большинство распылителей можно использовать повторно, но самостоятельно человек не приготовит эффективную смесь для очистки. Если у тебя будет подобная формула, то финансовая независимость не заставит себя долго ждать. Плюшевый робот в качестве домашнего питомца. Технологии никогда не стояли на месте и постоянно развивались. В результате появляются уникальные изделия, которые ранее бы вызывали восторг и удивление, но сегодня к ним относятся вполне нормально. Полноценный автопилот в автомобиле стал уже нормой, как и полёты в космос. Но при всём этом бытовые проблемы остаются, хоть их можно решить. Большая часть инновационных решений в робототехнике приходит к нам из Японии, что неудивительно. Это одна из самых технологично развитых стран мира. Так молодой изобретатель из Токио подумал о том, что не все могут держать дома питомца. Кто-то постоянно находится в командировках, а за животным попросту некому будет присматривать. У кого-то аллергия на шерсть, кто-то не желает убираться за питомцем и беспокоиться о его здоровье. Но ведь именно домашний питомец способен нормализировать эмоциональное состояние человека, разбавить скуку и поднять настроение. В результате этих размышлений появился прототип небольшого домашнего робота, который может быть вполне в форме любимого питомца. Если смотреть издалека, то это плюшевая игрушка, качественно изготовленная и очень милая. Но если присмотреться, то игрушка способна передавать те или иные эмоции, издавать звуки, реагировать на прикосновения. Задатки искусственного интеллекта позволяют электронике определять то, что сейчас желает человек, и как нужно реагировать на те или иные действия. Игрушка оживает, она становится тем самым успокоением и развлечением, которое так было необходимо одинокому человеку. Этот проект появился на краудфандинговой площадке, где изобретатель попросил у инвесторов менее 20 тысяч долларов на старт производства. За несколько недель сумма собранных инвестиций перевалилась за 600 тысяч долларов, что говорит о высокой потребности людей в подобных изобретениях. Конечно же, производить самостоятельно такие инновационные игрушки без доступа к технологиям довольно сложно. Но ты сможешь изготовить подобную игрушку, которая будет издавать звуки, быть милой, совершать некоторые движения. Люди готовы отдавать деньги за такие изделия. Кто-то купит игрушку в качестве подарка на день рождения, кто-то купит её себе, чтобы не было так скучно и одиноко. Твоя игрушка может быть на порядок дешевле, но не менее полезной и оригинальной – это хорошая идея. Чем раньше ты приступишь к её реализации, тем быстрее бизнес выйдет на прибыль и принесёт тебе большие деньги. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!